На КПП Марьенко подорвался пограничник. Взрыв произошел около трех часов дня, пострадавший сейчас в госпитале с ранениями спины и головы. И еще один украинский военный ранен в результате боевых действий. В общей сложности за сегодняшний день противник открывал огонь 12 раз. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Мы всегда заряжены, всегда готовы к бою. С помощью этого пулемета Максиму пришлось отражать атаку врага и накануне. В три часа дня раздался первый взрыв. Бойцы моментально рассредоточились по позиции и заняли свои огневые точки. В это время российские оккупанты уже ввели огонь из тяжелого вооружения, расстреливая позицию с разных сторон. Вчера прилетело очень много. Вот конкретное направление по траектории входа в землю. Мин около девяти в первый раз. Через два часа четыре. Но они пристреливаются, видимо. За спинами наших военных в село Новолуганское. Российским оккупантам хорошо видны крыши домов. Часть вражеских мин летели и в их сторону. К счастью, не долетели. Пехотинцы удивляются, как можно целиться по своим же землякам. Я думаю, что у кого здесь есть родственник, который стал на Луганском, все равно они ведут огонь. Это уже немножко неэтично. Из запрещенных калибров наемники бьют так, чтобы армейцы не могли погасить их с помощью оружия, разрешенного минскими соглашениями. Миномет стреляет из-за горба с обратного ската высот. Работает, чтобы не было видно ни вспышек. Соответственно, и мы не можем работать по нему ничем другим, кроме как, соответственно, минометом. Свои позиции боевики надежно оборудовали под мостом. Одним из немногих, которые не подорвали сами же российские наемники. Это единственный путь, соединяющий оккупированную Горловку и Углегорск. Он может использоваться для переброски транспорта, экстренной переброски боевых машин. Дневной обстрел из тяжелых орудий, который затянулся на полдня, командир объясняет сменой на рубеже противника. Это или перестрелка, или маневр. Возможно было выдвижение каких-то наблюдательных постов ближе к нашим позициям. Минометный огонь боевики сменили на пулеметные прострелы. Целились по нашим наблюдателям. Максим показывает, как пуля пролетела сквозь щель между бревнами. Висели у нас часы, такие здесь армейские. Ну, теперь они не висят, а стоят, потому что, как бы, будет теперь память. Попала, по идее, это 7,62 пулька. Это доказывает за то, что они бьют, в принципе, прицельно. Свидетелями такой охоты на наших пехотинцев тут же становимся и мы. Едва медик подразделения вышел из укрытия, вражеский стрелок выпустил пулю в его сторону. Это провокационный выстрел. Может быть, чуть-чуть сделаю крок. Они всегда за нами. У них там в день особо ливо. Они очень четко все видят.